Он свет от света, он Бог истинный от Бога истинного, который стоял пред ними, преобразившись. И как говорит нам евангелист Матфей, лицо его просияло, как солнце, а одежды его сделались беды, как свет. Свет, который иногда ослепляет, свет, на который иногда не могут смотреть наши глаза. Вот этим дваморским светом просиял Моисей, когда получал закон. И на него евреи не могли смотреть, он покрывал лицо снаем, потому что смотреть на лицо Моисея, когда он только беседовал с Богом, было невозможно человеческим показать. Этим светом просиял в беседе с Матавиловым, батюшкой Серафим Сорокским. Об этом пишет Матавилов, что и не мог на него смотреть, потому что его лицо сияло, свет. Вот почему приближающийся ко Христу начинает просвещаться. Его душа начинает светлеть. От мрака греховного ко свету приближаясь, человек просвещается светом Христовым. Не просвещением ума, а просвещением сердца. Вот этот свет потом согревает, он не дает унывать, он не дает упасть в отчаяние, в уныние, во свете Твоем узлею свет. И как наши глаза стремятся к свету, так наше сердце и наша душа стремится к Богу, который и есть свет. Он и сказал, я свет, мир, и кто последует за Мною, тот никогда не будет входить во тьме. Вот почему так важно приходить ко Христу. Так важно слушать Его, исполнять Его евангельские заветы. Ведь об этом сказал не сам Христ, об этом в сегодняшнее торжество мы вспоминаем глаз Отца Небесного. В то время, когда Моисей и Илья беседовали с Христом, опустилось облако и осияло. И в это самое время глаз был с Небесного, глаз Отца Небесного, который возносил с Ей Сын Мой возлюбленный, в Нем Мое благоволение, Его слушайте. Вот, оказывается, кого должны слушать мы, а мы иногда не слушаем Господа. У нас иногда нет времени даже почитать его, не только время помолиться, мы же так устаем, мы набегаем за ценоведение. А когда с Господом и Сусом он говорит, когда к свету Божьему приблизиться, вот и помрачаемся мы и умом, и сердцем, и душой. Вот и кажется нам, что вокруг такой мрак, такая тьма, и кто-то говорит, непроглядная. Это говорит человек, который не просвещен светом евангельской любви. Потому что человек, который просвещен Евангелием, светом со Христом, просветившись, он действительно живет во Сыне. Вот мне бы хотелось сегодня, чтобы мы, выходя из страны, просветились этим фаворским светом, который во тьме, в свете, вы слышите? Этот свет, если вы приобретете в душе своей, будет кругом мрак, а в душе твоей живет свет. Есть хорошее одно выражение. Один мудрый человек сказал, если увидишь, что вокруг дома твоего погружается все во мрак и тьму, сожги в доме смерти. Вот какой важный совет в празднике преображения. Когда вы увидите, что все валится, все рушится, все топит, все крушится, все умирает, болеет, все во тьму погружается, во тьму смерть мою, не бойся, ведь это то, что сказал Христос ученикам сегодня на поле. Не бойтесь, веруйте в свет, и сынами света будите. Как бы хотелось всем нам с вами стать сынами, не тьмы, а света. Вот это хотелось бы не только пожелать вам, но и, дорогие братья и сестры, попросить вас, чтобы вы молились о том, Господь, просвети нас светом праздника, светом Евангелия Твоей, светом Божественной литургии Твоей, за которой повторяется по свете Твоем, Господь, свет, свет Христов просвещает всех, безразличных возрастов, социального положения. Тот, кто обретает этот свет, уже не будет во мраке жизни, он уже будет на земле во свете, и умирать такому человеку не страшно. Он знает, что на пороге не просто смерти, тьмы и гроба этого Царства в смерти. Он знает, что на пороге переход в тот свет, куда ушли уже те, которые в этом свете увидели свет. Вот о каком Царстве говорил Христос, когда напоминал, что и стоящие здесь есть некоторые, которые уже не узрят смерть, но увидят Сына Человечества, грядущего во славе Своей. Апостолы увидели Его во славе, и исполнилось каждое слово Христа. Вот потому и исполнится им то слово, если мы искренне поверим в Христу и пойдем за Ним, то, что Он сказал Своим ученикам и последователям. Истина, истина, мы олимплах, если вы будете во мне, и Я приходим в вас. И обители в вас уходим. Вот эта важность, чтобы наш дом, наша душа стала обителью, домом для Господа, душой, которая приготовилась для встречи этого света. Вот, наверное, и есть смысл нашей с вами жизни. Преображение. Я поздравляю всех вас, дорогие, с этим замечательным праздником. И еще хочу напомнить об одной очень важной детали. Как важно увидеть во Христе свет. Как важно увидеть этот свет в самом себе. Ведь Христос и пришел для того, чтобы просветить всех и привести в разум истину. И когда ты радуешься, как радостно мне в этом свете ходить. Огорчись тому, что очень многие люди еще не узнали этого света и ходят во тьме. Не осуждай тех, которые еще не узнали этого света. Поделись этим светом, как в той детской песне. Поделись улыбкою своей. И она не раз еще к тебе приносит. Делитесь этим светом верой, который просветил вас, Христос. И этот свет вам возродится. Вот предназначение каждого верующего христианина на земле. Не только постоять рядом со светом Иисусом. И наполнить души этим светом, божественной любви, травмой, истиной. Но и понести этот свет в себе. Не сказать никому, это боль в свет. Нет, Христос дал. Нет. Этот свет должен просветить всех. Чтобы все в разум истинно пришли. И так вот всегда с Господом. Вот какая задача у каждого, кто стоял сегодня на фаворе. Каждый, кто почувствовал сегодня этот свет преображения. Пусть несет этот свет тем, кто этого света не видел. Не знает и не слышал, а потому и храм не ходит. Ни светлому Иисусу не молится. А когда узнает его, нельзя человеку однажды увидеть радость света, оставаться в мраке тьмы, не верить без Божия и смерти. Вот для этого и хотелось бы пожелать всем нам с вами, дорогие братья и сестры, праздник преображения Господа нашего Иисуса Христа.